вы смотрите урок поджума 4 меня зовут федор васильев тема урока произвольные поля а именно поля для пользователей также стоит заметить что произвольные настраиваемые поля существуют для компонента контактов о которых будут уроки позднее и произвольные поля для материалов статей для создания статей сейчас мы рассматриваем ветку пользователи и у нас на очереди именно поля группа полей для пользователей конкретно для пользователей зачем эти поля могут быть полезны ну первое это усилить увеличить форму регистрации если у вас какая-то специфическая задача вы помните и вот сейчас перед вами открыто простые поля форма регистрации самой необходимой до имя логин пароль подтвердить пароль мл но ситуации бывают разные и вам нужно например при регистрации пользователя чтобы человек указал какие-то еще данные когда человек укажет все данные нажмем зарегистрироваться вы как администратор эти эти данные сможете посмотреть в конкретном пользователе зайдя в пользователя увидеть что он выбрал что он назначил из представленных полей то есть если вы дали возможность выбирать в полях в дополнительных то вы сможете увидеть что человек выбрал также можно поля принудительно заставить заполнить отметив поле звездочкой то есть обязательно для заполнения иначе он не пройдет регистрацию то есть тут зависит уже от того что вы хотите получить от регистрации от специфики задачи также скорее всего мы рассмотрим позже когда мы выведем пункт меню ссылка что-то типа профиля или кабинета пользователя когда человек заходит чтобы он сам мог увидеть какие поля он выбрал при регистрации на вашем сайте возможно редактировать их когда мы дойдем до ссылок и до меню у нас будет отдельная ветка с уроками мы обязательно этот момент рассмотрим а сейчас давайте познакомимся с полями переходим сюда здесь ничего естественно не создано и чуть позже в этом видео группа полей зачем она нужна пока что просто нажмем создать и создадим с вами самое первое поле заголовок я напишу текст дальше самое важное здесь этот тип при клике мы будем видеть по умолчанию вот такой вот список возможности полей многие из них скорее всего вам не пригодятся сквейл url дочерняя форма календарь медиа переключатель радио пользователи юзер и другие вы их видите я рассмотрю лишь несколько из этих вариантов каждый из этих вариантов имеет свои уникальные настройки и первое это текст здесь есть такое текстовая область текстаре это обычно такая чуть больше область куда человек может например написать какой-то дополнительный текст выбираем обратите внимание когда мы здесь все настроен нажмем сохранить это поле тип выбора будет больше не доступен то есть мы не сможем его изменить после сохранения если вдруг мы нам это поле не понадобится после сохранения мы сможем его удалить ну давайте прям сейчас проверим сохраняюсь все видите выбирать я не могу и если вдруг она не нужно вы можете просто в корзину выкинуть то есть если вы например ошиблись она вам не нужны заново создать новое поле далее имя просто поставляется автоматически это альяс от заголовка дальше название описание описание может показываться ниже сейчас с вами проверим обязательно или вот как раз таки будет подставляться звездочка если это поле нельзя пропускать и обязательно вы хотите чтобы это поле было заполнено при регистрации только в дочерней форме сейчас чуть позже рассмотрим значение по умолчанию можно пропустить количество строк высота видимые текстовые области строках если не указано высота определяется браузером значение не ограничивает количество строк которые можно вести дальше то есть можем оставить не трогать это поле количество столбцов ширина видимой текстовой области в символах если не указано ширина определяется браузер значение не ограничивает количество видимых символов максимально для символов здесь можете указать чтобы много слишком написать человек не мог максимальное количество силам в которые можно ввести и фильтр разрешить системе сохранять определенные теги html или необработанные данные я вот этот момент проверял здесь вам кстати в видео весь список не видно но вы можете у себя посмотреть безопасно html именно меня интересовал например телефон или цифры то есть по идее по логике вещей я настраивал свое время множество разных форм это дополнительные компоненты формы для сбора заявок с сайта которая отправляет сайт вам на почту и обычно такого рода представлены настройки говорят о том что я в поле выбрав поле числовое значение или телефон в итоге с сайта я не могу в это поле написать текстом просто не набирается текст только могу вести цифры это правильно и это поле должно работать также но к сожалению я проверял тут все варианты изменения я не увидел либо это сейчас недоработки джума 4 либо я что-то не так понял в общем здесь вот можете сами поиграть посмотреть я не увидел изменения единственно что я могу здесь сказать по этому полю использовать параметры плагина откуда эта информация то есть на что это указывает сейчас мы с вами посмотрим я пока сохранюсь и закрою если перейти в плагины отсортируем включено и по типу можем выбрать fields это переводит как поля вы увидите целый набор включенных плагинов это плагины джума по умолчанию они все относятся к полям они должны быть включены чтобы поля работали текстовая область то есть в каждом плагине есть своя настройка и здесь количество строк уже указано то есть вы здесь можете напрямую изменить количество столбцов максимальное количество символов тоже здесь указать и вот он фильтр текста здесь тоже пробовал менять то есть вроде как отсюда если настройки тянутся должно сработать но тоже не увидел разницы то есть просто чтобы вы понимали структуру вообще как это устроено это находится в плагинах и когда мы полях настраиваем и у нас в полях будет встречаться использовать параметры плагина вот как раз вы теперь знаете настройки могут тянуться от плагина родного плагина который так скажем принадлежит этому полю переходим следующую вкладку атрибут placeholder этот текст который будет находиться прямо в поле подсказка давайте здесь что-нибудь напишем и прям сейчас на этом уровне уже с вами посмотрим перейдем на страницу регистрации пользователя я увижу поле текст звездочка видим что обязательно для заполнения вот это заполнить это поле это у нас идет подсказка которая вот здесь я записал а в самом поле видите текст заполнить это поле это как раз таки есть вот этот placeholder так как у меня есть подсказка здесь тогда писать не буду следующий поля сессия с класс поле сесс класс лейбл это все мы пропускаем это уже надо владеть с с кодингом область системы вот здесь как раз таки интересно стоит по умолчанию оба варианта можно выбрать только сайт отображаться только на сайте будет то есть получается вот здесь вот на фронтальной части до при регистрации только в панели управления только в панели управления оба варианта это когда появляется дополнительное поле в пользователях и вы сможете видеть что человек выбрал я не знаю вот на этом уровне сейчас будет видно или нет вот смотрите если мы перейдем в пользователи у меня есть созданные пользователи вот видите появляется поле здесь и вот уже это тот текст и вы сможете каждому человеку за зайти и видеть здесь как администратор что он выбрал то есть какие критерии он выбрал при регистрации если конечно вы дали ему право выбора если эти поля все обязательны то можно и не заходить сюда и не выводить сюда это поле потому что он в любом случае эти поля выберет иначе он просто не сможет зарегистрироваться следующие опции мы просто с вами тут ознакомимся здесь они тут никакого веса не играют макета здесь у нас никакого больше нет и есть возможность показать только для чтения да нет пробовал разные варианты я изменений никаких не увидел здесь тоже публикация здесь просто информация кто опубликовал это поле дата создания поле и так далее индификатор ну и права доступа кстати сейчас о правах здесь нам тоже надо будет вносить изменения смотрите человек пытается зарегистрировать он не может взаимодействовать с полем все поля будут заблокированы над каждым полем в правах доступа нам нужно publish редактировать значения разрешить иначе человек просто не сможет сохранить не сможет редактировать смотрите вот видим да обновляюсь теперь поле доступно все вот я могу писать и вот кстати пример работы количество строк у вас пусто здесь поставьте 12 обновите страницу и вот эта область она станет выше видите если надо сделать чуть выше вот так это работает теперь вот это название чтобы вы понимали она отображается здесь хотите поменять вот это вот как теперь менять поле для этого мы создаем с вами группу чтобы было свое название и это было в своей группе вот у нас группа полей и вы можете по группам разграничивать например в одной группе будет несколько полей потом небольшой отступ новая группа с новыми полями а разграничиваться будет просто большим отступом как вот от поле email до слова поля вот видите отступ чуть больше групп полей переходим создать заголовок jumla описание можете добавить здесь публикация параметры все по сути сохранить закрыть но тогда теперь нам нужно перейти в поле раскрыть его настройки и вот здесь группа полей выбрать вот она только что созданная группа сохранить что это даст на сайте поменяется слово место поле будет ваше название вашей группы все это поле полностью подконтрольно вами да все названия все тут поменялось ну и теперь давайте рассмотрим еще интересные поля создать здесь я выберу например радио заголовок например выбор альтернативное имя автоматически у нас проставится описание обязательно или значение по умолчанию его смотрите многие пара поля для вас будут здесь настройки они будут повторяться но некоторые зависимости от специфики поля меняться например переключатель видите мы здесь видим плюс и обязательно здесь это нужно заполнить это выбор радио это единоразовый выбор что-то одно человек может выбрать например курс 1 обязательно напротив значения хоть что-то надо написать вроде альяса этого значения но я поставлю просто один один тоже оставлять нельзя минимум 2 потому что чтобы был выбор да здесь я поставлю курс 2 ну и еще давайте курс 3 вот так это работает и как это будет на сайте выглядеть группу выбирают joomla остальные настройки вы уже сможете настроить здесь по сути только выводить ли в админке у пользователя это поле у нас по умолчанию стоит да и обязательно вот здесь не забываем разрешить выбор давайте обновимся вот так это получается смотрите курс 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 то есть я не могу выбрать два варианта что-то одно и все это находится по сути в этой категории до текст область заполнил курс выбрать и вот все что человек выбери да все это будет у него показано в его настройках я уже показывал где это и порядок вдруг вам надо выбор выше текста поместить как здесь выставить вот порядок смотрите я кликаю вот на неприметную такую ссылочку вот сюда таким образом чтобы активировать вот эти точки три точки на как на напротив каждого поля зажимаю левую кнопку мыши видите поле перетаскиваем местами все после обновления вы увидите что выбор у меня выше стал а текст область ниже рассмотрим следующее поле это календарь есть описание как можно задать время вы можете лучше показать время по сути разрешаем и сразу можем смотреть кстати по поводу кнопок везде это встречается при создании статьи меню если вы прям у вас серия а а целое создание полей вы прям друг за другом их создаете вы можете ускорить процесс работы кликнув не сохранить закрыть а кликнув вот на эту стрелку сохранить и создать тогда сохранится это поле и тут же откроется новая страница создания нового поля и есть еще сохранить как копию то есть сделать по сути дубликат на данного поля который вы настроили вот поэтому смотреть сохраните создатель Если нажму, то открывается сразу, видите, выбор следующего поля, для создания следующего поля. Давайте посмотрим календарь. Вот так это выглядит. Поле, видите, получается в новой категории не относится к категории Joomla, потому что я не придал категорию данному календарю. Вот так это выглядит. Время человек может выбрать. Например, это время записи, то есть можно использовать прямо при регистрации. Или сегодня, если выбираю, то подставляется автоматически сегодняшняя дата. И время, вот прямо сейчас, в которое я записываю данное видео, подставляется. Вот, всю эту информацию вы, как администратор, у пользователя сможете видеть. Вот, я надеюсь, вот здесь вот понятно по поводу групп полей. Смотрите, если... Давайте создадим вторую группу. Пускай она будет называться WordPress. Сохранить, закрыть. Возвращаясь в поля. И пускай к календарю относятся уже к группе WordPress. Сохранить, закрыть. На сайте это новая группа. Видите, вот она красивенькая. Вот это первая группа. Тут небольшой отступ. И это как бы разделяет их. Эту группу полей от этой. Но во второй группе полей пока только одно поле календарь. Давайте рассмотрим еще одно поле. Распространенное поле, это, наверное, будет список. Здесь также ниже вы можете, как и с радиокнопкой, выбрать столько вариантов, сколько вам нужно. Назначить мультивыбор. Это значит, будет возможность выбирать сразу несколько вариантов. Давайте проверим. Нажму сохранить. И права не забыть. Разрешить. Редактирую значения. Сохранить. Сохранить. Давайте обновимся и посмотрим. Я забыл назначить группу. Пускай это группа WordPress. Обновлюсь. Вот. Человек может выбрать что-то одно. Или зажать Ctrl. Выбрать несколько вариантов. Например, так. Или выбрать все. Все. И вся информация при регистрации, естественно, будет отображаться. Еще раз давайте посмотрим. Пользователи. Каждому пользователю, кто зарегистрировался, зайдете. У него будут уже не поле названия, а видите. Разграничение полей по категориям, как мы с вами создали Joomla и WordPress. Здесь у пользователя тоже разграничивается. Я думаю, это удобно. Значит, это поле Joomla. Здесь будет видно, что он выбрал, что он написал здесь. В этой группе будет видно, какую дату он выбрал. Будет вот так у него подставляться, например. А здесь будет видно, какой он выбрал. Выбор сделал здесь. Вот так это работает. Также поля можно группировать. Помните, когда мы выбирали поле, вот здесь есть только в дочерней форме. Здесь есть такая вот она, дочерняя форма. Вы ее выбираете, настраиваете. А ниже, уже созданные вами ранее поля, вы можете выбрать, чтобы это было в едином выборе. Будет выводиться вот эта вот дочерняя форма. И там разворачивается список, и будут другие вложенные, так сказать, уже ранее созданные вами вот эти поля. Да, но тогда придется еще зайти в каждое поле и назначить, что только в дочерней форме. И сохранить. И тогда будет вот здесь вот у этого поле помечаться ниже. Видите, только в дочерней форме. Такая лейбл-пометка будет. Вы также должны понимать, если вам по дефолту то, что предлагает сама Joomla 4, не хватает данных для реализации своей специфичной формы регистрации, например, то есть разные расширения, которые доступны для Joomla 4, которые позволяют увеличить вот это количество и вообще возможности вот этих всех полей для Joomla 4. Одно из расширений – это Advanced Custom Fields. Есть как бесплатная версия, так и продвинутая версия Pro, платный плагин с максимальными настройками, с максимальными возможностями по работе с полями. Дополнительные расширения предлагают более мощные функциональные поля, которые вы можете использовать и взаимодействовать на своем сайте Joomla 4. Продолжение следует...